Московский студент Александр Ждан защитил диплом, который написал с помощью нейросети ChatGPT. Парень учился очно-заочно, и когда пришло время написать работу, он решил в качестве эксперимента воспользоваться бесплатным чат-ботом, который способен вести диалог, искать ошибки в коде, сочинять стихи, писать сценарий и даже спорить. ChatGPT – это чат-бот с искусственным интеллектом. Его обучали с помощью массива текстов из интернета, и система на основе обратной связи с человеком. Сгенерировать текстовые ответы может любой пользователь. Уникальность программы в том, что она способна создавать адекватные материалы, которые используют при создании сайтов, статей или песен. Стоит отметить, что мало просто создать запрос на написание материала. В случае с дипломом необходимо было разработать алгоритм, который стал вспомогательным механизмом и ускорил процесс создания выпускной работы. Например, в некоторых школах государственных в Нью-Йорке, я просто читал эту новость, доступ к ChatGPT закрыли из сетей этих школ. Причем закрыли не потому, что дети будут списывать или обманывать преподавателя, а потому, что ведь они, обучаясь, должны формировать навыки мышления и написания ответов, коммуникации. А дети, получается, вместо того, чтобы эти навыки формировать, то есть самим думать и самим отвечать, будут обращаться просто в ChatGPT и не развивать им те навыки, которым требуется. Поэтому я думаю, что будет выработана какая-то методика. В полном смысле запрета я не вижу, все равно они будут обходить этот запрет. Процесс написания диплома проходил в несколько этапов. Сначала студент совместно с научным руководителем составил план работы, сделали оглавление. После студент заказал нейросеть и притворить план в большой текст, но столкнулся с тем, что робот отказывался писать так много. Диплом — это минимум 60 страниц. Тогда парень стал просить робота писать отдельные главы. Например, «Напиши введение, теорию, анализ по моей теме». И дело пошло. Нейросеть генерировала разумный текст и сдабривала его ссылками на реальные исследования по теме, как того требует научная работа. Александр перевел ответы машины через онлайн-переводчик — ChatGPT, после составил из них диплом и отправил на проверку научруку. Уникальность текста была 82%, хотя для защиты достаточно 70%. Дорабатывал правки Александр лично, а также вновь взывал к помощи нейросети. ChatGPT способен помочь, но при этом написать за меня нет. Ту же самую дипломную работу я бы мог написать сам без использования ChatGPT. Просто я решил ускорить это в разы. Не искать источники, а давать запрос «Найди мне источники, найди мне то-то». Я уже понимал, что вот у меня есть пример, на который я могу основываться, который я могу взять как пример. Также я понимаю, что не получается все взять. И я дополняю сам, так или иначе ссылаясь на какие-то источники, которые не из ChatGPT. Произошло очередное столкновение технологических и образовательных возможностей. Люди разделились на два лагеря. Есть те, кто считает, что парня необходимо привлечь к дисциплинарной ответственности, потому что работа была выполнена несамостоятельно. И вообще, данный пример может пагубно отразиться на системе образования. Другая же сторона расценивает Александра как гения, который помог многим выпускникам облегчить свою жизнь и нашел новый способ консолидации данных из различных источников. Так, например, директор Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Леонид Толчинский оценил потенциал парня и отметил его работоспособность и правильное использование современных технологий. Один студент схитрил, оригинально схитрил, и он все-таки не выполнил ту работу, которая от него традиционно ожидалась научным руководителем. И он об этой хитрости еще и похвастался. Но ведь существуют традиционные хитрости уже, это помощь сторонних людей, помощь интернета, и есть способы с ними бороться в нашей среде преподавателей. То есть это дополнительные вопросы, это проверка задания по альтернативным признакам, когда мы отслеживаем не само задание выполненное, а какие-то сопутствующие вещи. Например, если это программный продукт, то мы следим за тем, какие были версии, как проект развивался, что он не мог так с нуля, а потом внезапно он возник. И вот касательно дипломов тоже есть достаточно много приемов, которые позволяют научному руководителю по-другому немножко отслеживать прогресс студентов. Смысл диплома заключается в том, чтобы подтвердить квалификацию студента. Формально Александр ничего запрещенного не делал, тем более защита была пройдена. По словам студента, ни у него, ни у российского государственного гуманитарного университета нет задачи навредить друг другу, поэтому его работа не будет аннулирована. Диплом действителен, и уже через две недели парень вместе с одногруппниками получит долгожданный диплом о высшем образовании. Алина Красильникова, Универньюз.